Иван Борисович, буквально на днях вы и министр экономического развития республики, вернулись из рабочей поездки по Китаю. Программа была очень насыщенная, очень плотная, и количество предприятий, количество объектов, которые вы посетили, количество вопросов, которые вы обсудили, оно достаточно объемное. Вот самые главные итоги, что самого важного вы привезли? Наша поездка в первую очередь была связана с тем, что в июне текущего года было подписано соглашение между провинцией Сычуань и Чувашской республикой. Это сделал глава республики и, соответственно, губернатор провинции Сычуань. Подписание состоялось в городе Самаре в рамках сотрудничества проекта «Янзы Волга», который курирует Приволжский федеральный округ. Также необходимо отметить, что наша компания «Корпорация развития» принимала участие в подписании соглашения с экспортно-импортной корпорацией «Силин» провинции Сычуань на 19-й встрече двух правительств, в соответствии с правительством Китайской народной республики и Российской федерации, которая состояла с 13 октября. И вот это соглашение было подписано. Поэтому выезд был связан, в первую очередь, в развитии двух этих документов. Что было в поездке, наиболее запомнившемся мне, это, в первую очередь, участие в выставке, которая традиционно проходит в эти сроки в городе Чэнду, это столица провинции Сычуань. Выставка была 15-я по счету и 7-й международный форум. Соответственно, мы, как регион Российской федерации, с нашими партнерами приняли участие в этом мероприятии. Ну и, соответственно, деловая часть, она проходила в таком переговорном формате по тем проектам, которые у нас находятся уже в работе. Так как и руководство провинции Сычуань, и, соответственно, глава республики ставят задачу именно по реализации проектов на территории республики, ну и возможному сотрудничеству там, в провинции Сычуань. Соответственно, мы и обсуждали, вы знаете, проект «Агропарк», который анонсирован был, зарегистрировано совместное предприятие, обозначен объем инвестиций на первом этапе свыше миллиарда рублей, обозначены, соответственно, бизнес-плановые ориентиры, которые мы должны реализовать уже начиная с 2015 года. Соответственно, компания «Селин», которая занимается взаимодействием в странах СНГ, в частности, по проекту в Чувашской республике, нас познакомили с компанией, которая в дальнейшем в рамках инвестирования китайской страны планирует поставлять оборудование и технику под те средства, которые должны занять китайские банки. Соответственно, мы представили проект, презентовались, в общем-то, обсудили основные моменты по реализации и наметили, что в первом квартале уже будут конкретные шаги. Интересные вопросы решались в процессе этой же поездки, в частности, о том, что, как я правильно поняла, китайская страна готова оказать содействие и оказать необходимую помощь по переводу нашей техники, в частности, сельхозтехники, на газомоторное топливо. Достаточно актуальный для нас вопрос. Вот насколько нам это необходимо и что мы собираемся там закупать? Технологии, саму технику? Либо они к нам приедут, будут что-то строить? Как это вообще будет проходить? Один из тоже моментов нашей поездки – это было пожелание, изначально высказанное со стороны Чувашской республики, ознакомиться с возможностями по переводу на газомоторное топливо техники, не только сельскохозяйственное, касается и ЖКХ, и общественного транспорта, в том числе и сельхозтехники. Опыт реализации строительства инфраструктуры под газомоторное топливо, который есть у китайской стороны. Как ни странно, вроде бы газ добывается в Российской Федерации, но вот провинция Чувань – это единственная провинция в Китайской республике, которая добывает и производит свой газ. И вопросы перевода на газомоторное топливо там решаются уже не одно десятилетие. То есть, по сути, они уже решены? Как получилось, мы приехали увидеть реальный опыт и по возможности его применить в Чувашской республике. А применять, ну, есть что в двух словах сказать. Во-первых, для меня было удивительно, что практически вся техника, которая сходит с производства, которая находится в Сычуане, она идет уже в штатном режиме по использованию как на газу, так и, соответственно, на дистопливе или на бензиновом топливе. Переведено все от такси, скорых помощей. То есть, муниципальный, транспорт, государственный, все? Полностью. Вот та компания, которая занимается вот именно производством инфраструктуры и строительством, да, она один из лидер. Вот в Сычуане, я так понимаю, не единственная. У ней только в Ченду 108 комплексов, больших масштабных комплексов по заправке именно газомоторным топливом. Они производят все, начиная от емкости, для сжижения, хранения, пультов управления, то есть автоматизации и так далее. То есть, работают уже не первый год на этом рынке. Если брать страны СНГ, представлены на сегодня в Казахстане, в Узбекистане. Мы ознакомились с их производством и сразу высказали предложение, что, в принципе, компетенции у нас в республике есть, чтобы произвести. Те же танк-контейнеры у нас производят СЕСПЛЬ. Автоматику может делать Брестлер, ЭКРА, ну и другие компании, связанные с автоматизацией и с электротехнической продукцией. И предложение было озвучено в том плане, если у данной компании сертифицирована продукция в том же Казахстане, у нас сегодня единое таможенное пространство, да, таможенный союз, мы можем с вами поработать вот по адаптации выпуска продукции здесь у нас, в Чувашской республике. Это перспективно, так как практически все регионы ПФО обозначили свое желание участия вот в федеральной программе по переводу газоботорного топлива. Основная проблема сегодня отсутствия инфраструктуры почти во всех регионах, ну в достаточном объеме, ну и, соответственно, небольшое количество техники. Поэтому мы на первом этапе им предложили, наверное, реализовывать не такие масштабные комплексы, хотя и их мы готовы, в общем-то, запускать, да, а все-таки мобильные, то, что вот обозначено со стороны Газпрома России, что вот, в принципе, пока, так скажем, техника насчитывает единичные в регионе, да, там, ну там, в некоторых там чуть за сотню перевалило, давайте вот будем более такую экономичную программу реализовать. Это тоже нам по силам, в принципе. Китайская сторона высказала заинтересованность, я надеюсь, что переговоры у нас выльются в какие-то конкретные результаты. Состоялась большая встреча по развитию отельного хозяйства, то есть был с китайской стороны представлен банк, управляющая компания и строительная компания по возможности достройки вот отеля нашего Одесса-отель, да. Мы обсудили возможные пути сотрудничества. Это первое, соответственно, с собственником сегодняшним этого отеля, и второе, в общем-то, проведение переговоров с банком, в залоге которого находится данное имущество. Так как этот вопрос, он серьезно стоит на повестке, все-таки в таком очень привлекательном месте находится данное сооружение, и уже не первый год, в общем-то, вызывает критику и со стороны главы, и со стороны общественности в плане вот завершения... Да, и вообще логично, если что-то начато строительством, то лучше все-таки достроить. Поэтому, в принципе, были высказаны предложения, довольно привлекательные, есть схема. Ну, здесь нужно, я еще раз подчеркиваю, работать с собственниками, встречи в Министерстве экономики на Ментьево провести и вот с банковской структурой. Нам это интересно. То есть здесь фактически как бы бизнесовый проект с минимальным участием государства. Обсуждались возможности вот с рядом строительных компаний, крупнейших компаний не только провинции Сычуань, но и Чувашской республики. Это вот Сычуанская строительная компания. Мы как раз обсуждали возможность участия в развитии строительного комплекса республики, в строительстве каких-то инфраструктурных проектов. У них есть большой опыт развязок, виадуков, строительства путепроводов и так далее. Предложение было с нашей стороны одно. Сегодня, соответственно, если это бюджетное строительство, оно реализуются через аукционы. Для этого необходимо иметь какую-то минимальную базу мощности или иметь партнеров на территории Чувашии. Мы объекты обозначили, где нам интересно, чтобы была конкуренция и заходили компании. Китайская сторона взяла паузу для изучения, и я думаю, что какие-то свои предложения выскажут. Но обозначили мы конкретно, что все-таки нужна база здесь, на территории Чувашии, партнеры. Необходимо участвовать в аукционе. То есть, в принципе, другое не дает законодательство. Владимир Борисович, я, насколько я понимаю, все-таки основной опор будет сделан на создание совместных предприятий. Чувашско-китайских, китайско-чувашских. Или совместных предприятий, или, соответственно, партнерские взаимоотношения с бизнесом республики. То есть, это основная форма сотрудничества. Если компания хочет строить что-либо. Сколько у нас может появиться в ближайшее время таких предприятий? Прогнозы давать, наверное, неблагодарное занятие. Я скажу о том, что те проекты, которые мы обозначили, обсуждали, они реальны к реализации. Вот сегодня в работе находятся пять направлений, пять проектов. Я надеюсь, что по всем пяти у нас выльется в сотрудничество о том формате, в котором вы сказали. В частности, по Агропарку у нас уже зарегистрировано совместное предприятие. По гостиничному мы ищем партнерские взаимоотношения. То есть, минимум, наверное, пять должно получиться. Стараемся не распыляться. Но если интересные идеи будут, естественно, будем подключаться и к новым темам. Но сейчас стоит задача запустить вот эти направления. Иван Борисович, десять месяцев в этом году мы уже отработали. Осталось до завершения финансово-экономического года всего два месяца. Уже можно говорить о каких-то результатах. Насколько мы укладываемся в показатели, которые сами для себя обозначили в прошлом году в социально-экономическом развитии? Я бы здесь хотел сказать первое, что, в принципе, для республики был успешный 2013 год. Он тяжело складывался. Долгое время по той же промышленности мы шли ниже 100%. Но в конечном счете окончательная итоговая оценка... То есть, когда стали считать по осени? Да. Итоговая оценка, она у нас 100,5% по 2013 году. Соответственно, с учетом того, что мы практически все последние годы росли, в общем-то, и шло довольно стабильное развитие. Естественно, 2014 год складывается напряженно. Да, мы сегодня видим по итогам 9 месяцев, что все наши прогнозные задачи, которые ставились перед правительством, которые ставили министерством, пока они выполняются. В промышленности оценка на конец года была 104%, сегодня 104,5% и так далее. По строительству, воду, жилье, мы планировали 101-102%, сегодня 101,5%. То есть, в принципе, идем в рамках прогноза. Но я хочу сказать о том, что последние месяцы для нас будут и уже складываются напряженно, и есть, в общем-то, ряд моментов, на которые нужно обратить внимание и по ним отработать. Это как раз по 9 месяцам мы обсуждали, как пример. В целом, если посмотреть по промышленности в Российской Федерации, то выпуск в сентябре превысил, соответственно, сентябрь 2013 года и превысил август 2014 года. У нас показатели немного не такие. То есть, в принципе, сентябрь мы сработали хуже, чем в августе. Ну, к сентябрю 2013 года пока вроде все нормально. Хотя тоже есть небольшое снижение. То есть, в принципе, это говорит о том, что мы сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь прошлого года работали хорошо. То есть, в принципе, шел выпуск по основным нашей номенклатуре продукции, предприятия работали. То есть, у них как раз последние месяцы было ликвидировано отставание, в целом, которое складывалось в 2013 году по году. Поэтому сегодня стоит задача перед отраслевыми министерствами, в первую очередь Минэкономразвития, которые отвечают у нас за промышленное развитие, активно поработать с предприятиями реального сектора. Посмотреть резервы. Резервы у нас сегодня есть. То есть, целый ряд проектов запущен сегодня. И в отраслях производства строительных материалов. Буквально вчера глава открыла площадку в Новочебоксарске. То есть, новая продукция, новая номенклатура. Соответственно, статистика должна ее посчитать, учесть. Пусть немного, но это должно дать нам дополнительные резервы. Завод «Хирилл», да, он работает пока в тестовом режиме, но, в принципе, сегодня он имеет контракты на производство солнечных батарей. И пусть пока такую локальную сборку, но он уже осуществляет. Тоже это новая номенклатура, это отгрузка, ее нужно посчитать. Мы знаем, что тракторный завод. В прошлом году был передислоцирован сюда комбайновое производство с Красноярска. И, в принципе, первые комбайны производства уже на площадке города Чебоксара сошли. Со стопелей завода, то есть, их купил потребитель. Это тоже новая продукция, новая номенклатура, ее нужно учесть. То есть, по всем этим направлениям нужно активно работать. Необходимо сохранить те темпы, которые были в последние месяцы на промо-тракторе и вагоне. Отрасль переживает не самые лучшие времена. Если посмотреть аналитику, видно, что есть и переизбыток вагонов. В общем-то, идут большие бодали по процедуре продления эксплуатации вагонов уже с большими сроками пробегов. Это отражается, опять же, на продажах и производстве. Но вот наша задача октябрь, ноябрь, декабрь. Я надеюсь, что коллеги, собственники предприятия, они сохранят эти темпы. И мы показатели прогнозные выполним. Поэтому я сегодня говорю о том, что прогноз, который ставился, в частности, по промышленности, он нам по силам. Но необходимо все эти три месяца. Октябрь уже прошел, мы сейчас увидим статистику. Я надеюсь, что она будет, исходя из моих высказываний, подтвердить ожидания. Мы должны поработать все эти три месяца с коллективами наших предприятий. Как бы это пафосно ни звучало со стороны чиновника. Что касается жилья, строительства. В принципе, мы здесь должны вложиться в плановые показатели. Я, допустим, знаю, что по городу Чебоксары, тот план, который около 300 тысяч квадратных метров стоял, они его выполняют. Сельские районы, ну, здесь мы, я еще раз подчеркиваю, последние годы чистили статистику очень сильно, чтобы не было завышений, приписок, которые были в предыдущие годы, там, в шестом, седьмом, восьмом годах. Сегодня у нас там статистика тоже налажена. Учет реальных квадратных метров. Я думаю, тоже все показатели будут выполнены. Строй подряд в целом. Ну, есть проекты, есть новые инвестиционные площадки. Он идет тоже напряженно, около 100%. Ну, в принципе, я надеюсь, что тоже конец года, эти два месяца, обычно, традиционно, идет довольно большой выход. Сдача объектов там будет тоже все нормально. Социальные показатели у нас в целом там по зарплате, по реальным денежным доходам, они, в общем-то, укладываются в наши прогнозы. Если брать реальные денежные доходы, чуть ниже, с чем это связано? Ну, инфляция чуть выше. Ну, соответственно, вы видите, все-таки цены после тех ограничений, которые есть и по отношению к Российской Федерации, и те ограничения, которые Российская Федерация ввела. То есть здесь давление на цены есть, и, соответственно, это отражается на реальных денежных доходах. Плюс кредиты чуть подорожали, у нас очень активно население кредитуется, то есть, и вот, соответственно, складывается вот такая ситуация. Но это не критично, то есть по номинальным зарплате мы показатели все выполняем, то есть люди свои доходы получают. В целом, инфляция, о которой я сейчас говорил, она у нас сложилась чуть ниже, чем в Российской Федерации ПФО. То есть, в общем-то, мы на сегодня тот комплекс мер, на котором заострял внимание глава республики, правительство сегодня выполняется, соответственно, своевременно, в общем-то, активную работу осенью провели в ходе вот такого урожая сельхозпродукции, ну и, соответственно, вот как результат он налицо. Сельское хозяйство тоже подводит итоги. В принципе, мы и по сбору овощей, картофеля и зерна, все показатели прошлого года перевыполнили, отсеялись, соответственно, а зимы на следующий год, то есть, как бы, сформирована задача уже на следующий сезон. В принципе, сейчас подведение вот как бы итогов. Недавняя чрезвычайная ситуация общей картины не испортила все-таки. Ну, сложности есть. Говорить о том, что вот каждый колосок убран, наверное, это не приходится, ну и мы никогда не занимались там, так скажем, очка втирать, а с там, какие-нибудь приписками. Ну вот, в части сложности по уборке кукурузы были. То есть, в принципе, она чуть дольше стоит, и все-таки стихия пришла раньше, не везде она убрана. Ну, вот, как говорят специалисты, и опыт прошлых лет в других регионах показывают, что кукурузу можно даже убирать зимой или весной, условно говоря. Да, она теряет немного в весе, ну, более такая сухая становится. Но, тем не менее, великолепная продукция, которая идет в животноводство и так далее. То есть, специалисты говорят, что и эта часть будет убрана, ну, когда будут возможности технические. Ну что ж, спасибо вам большое за такие подробные ответы на наши вопросы. Спасибо вам. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова